потенциальных участников проекта Наконец-то мы дождались с вами прихода Сегодня замечательный день Сегодня мужской приход Все внимание на ворота Чего? Мужской? Чего вообще что ли? И по-моему неплохие мужчины Тем более пришли с цветами Всем привет Это вам Спасибо большое Спасибо, очень приятно Не думаю, не стоит, наверное Можно мою? Одни цветы, понимаю, получила я А вторые цветы пока еще не получил никто Давай начнем, наверное, с тебя Как тебя зовут, сколько тебе лет И самое главное, кому ты пришел Всем привет, меня зовут Виталик Изначально можно я просто вручу букет А потом уже буду верить Этот букет вручает с Настей Под цвет шуб Букет давай Без проблем Ты шутил что ли? Ты что? Видишь, молодой человек здесь сидит Без проблем, как бы Ну все, Виталик, нормально Сейчас, 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 Лех Я ожидал, как бы Леша, что за реакция? Это всего лишь цветы для твоей девушки Как бы, можно я скажу, Женя? Конечно Я как бы ожидал, что так случится Мне 23 года Я как бы вполне понимаю Еще порядочный молодой человек Лех, не злись сразу Да я не злись, просто просто выцел Я тебя вполне понимаю Нет, слушай, я объясню, конечно же Подойдем, давай Я же начал говорить Я договорю Давай Этот букет чисто я выразил симпатию Твоей девушке Я повторяюсь, твоей девушке Так как эта девушка Единственная девушка на проекте Кто реально мне нравится Чтобы как бы люди видели Какой типаж девушек мне нравится Я такой человек порядочный А ты считаешь правильно Выражать симпатию девушке У которой есть молодой человек? Вот ты подумай просто логически Ты считаешь, что это правильно или нет? У которой есть Вот, понимаешь, свободная девушка Ты выразил симпатию Есть молодой человек Девушка, в которой спит Там, гуляет Кушает для него, готовит Да, там, все вот делает Понимаешь, любимая девушка Ты выражаешь симпатию Ты считаешь, что это правильно? Вот честно скажем По-пацановски По-пацановски Да, вот правильно смотри я выразила симпатии твой девушки лег не чтобы не так что я вот все пришел я пришел к Sage пришел к твоей настя же не скажешь что пришел к твоей настя но я выразил симпатию этой девушки та девушка ту интересно Mensa мать Philadelphia ноэсер снова на это не значит кто пришел строить мои отношения что пришел избивать ваши итога но я пришел понимать я пришел curl до Типа жесть такое сделает, да? Нет, 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 я не делал, Никита. То есть ты обижаешь девушку, да? Лёша, секундочку, тишина, тишина. Лёша, а ты что так заводишься? Ты что ли не уверен в себе? Если ты уверен в себе, спокойно всё веди. Послушайте, я уверен в себе, и вообще я ничего не завожусь, вы меня все знаете. Завожусь совсем по-другому. Лёша, понимаешь, какая ситуация? Ты сам цветы Насте не даришь. Молодой человек пришёл, подарил Насте цветы, он всего лишь выразил симпатию к этой девушке. Так мне наплевать! Хорошо, хорошо. Виталик, я знаю, что ты что-то там занимаешься боями без правил. Да, ну не боями без правил, как бы я тоже занимаюсь спортом профессионально очень давно. Я вообще такой человек, ну разнообразно тоже направленный. Я учился в военных училищах. Учился в военных училищах, как в трёх. То есть ты никого не боишься, ты сильный? Я вообще уверен в себе на 200-500 процентов в этом. Я чемпион училища, Иркутское училище. Всем привет, где камеры, кому передать, кто меня видит. Чемпион Иркутского училища военного по рукопашному бою, двукратный даже, кто знает. Чемпион Сызерни по боям без правил, всем, кто меня помнит, всем, кто меня знает, всем привет. Лёша, потише стал себя вести. Такой человек как бы разносторонненно, правильно, что уверенный в себе. На полпути никогда я не остановлюсь. Пришел сюда построить отношения, не знаю почему, как бы, ну отношения, я вообще порядочный человек в отношениях, никогда не обманываю никого. Но почему-то так случается, что у меня были долгие отношения, я строил очень долго отношения, с двумя девушками они были. Но почему-то они как бы не закончились. Не одновременно хоть с двумя девушками? Нет, не одновременно. Ну это прекрасно. Да, да. Наверное, перейдем к другому мужчине. Не знаю, молодой человек, не молодой. Сколько вам лет? Сколько дадите? Сколько дам вам лет? Да. 38. Угадали. Тишина, ребят! Мне нравится, что букет мой в ваших руках, как бы нигде не валяется. Ну, я думаю, что цветы ни в чем не виноваты, и это не значит, что я там как-то что-то распылала. Вы их не кинули, как тот букет. Это же цветы. Очень красивые цветы. Как вас зовут? Коля. Коля. Николая у нас еще не было. Николай, зачем пришли? К вам. Разводить пару Александра Задойнова и Евгения Феофилатовой. Николай, да вы разводящий? Ну, постараюсь делом доказать. А кем работаете, вот любопытно? Работаю офисный клерк. Офисный клерк? Да. Про запалку будете спрашивать? Может, на ушко шепну? Нет, не надо, спасибо. Николай, скажите, пожалуйста, что вас привело в свои 39 лет на наш проект? Вы как понимаете, что у нас здесь, в принципе, ну, самые взрослые, наверное, это Миша. Вот, ну, он намного моложе вас. Вот что вас привело, побудило? Я готов поделиться опытом даже со самыми старыми участниками проекта. Во этом в чем? Во всем. Например? Ну, чему вы можете научить, например, того же Михаила? Ну, как подворачивать джинсы, например. Ну, если они болтаются, как же их не подворотить-то? Ну, пожалуйста, Николай, расскажите, чему вы можете научить нас, молодежь, глупую? Может быть, в чем-то действительно научите нас чему-то? Нет, ну, а что конкретно интересует? Я расскажу откровенно обо всем, чтобы знать, что вам интересно от меня услышать. Ну, например, научите меня. Хорошо, ладно, давайте. Дела коммерческие, вопросы сексуальные, политические, какие еще? Творческие, рэп, шансон, чего вам? Я вам все расскажу про жизнь, про это. А мы с вами продолжаем общаться с ребятами, идем пить чай, знакомиться, подгибать штаны и, в общем, все, что еще у нас могут... Мне кажется, Николай Стрункин была бы великолепной спарой.